Жизнь в крупных городах имеет массу преимуществ, и одним из важнейших можно считать развитую инфраструктуру. Газы и электроснабжение, центральное отопление, холодное и горячее водоснабжение. Горожане становятся настолько зависимы от этих благ цивилизации, что сбою превращают этот рай без хлопот и забот в то, что принято называть хлопот полон рот. И как раз о такой ситуации наш следующий сюжет. Совсем близко начало нового отопительного сезона, а в некоторых домах областной столицы нет горячей воды и отопления. Граждане обеспокоены. На помощь людям приходит телевидение и Тверская городская дума. В нашу редакцию обратились отчаявшиеся жители Тверской многоэтажки, которым из года в год приходится сталкиваться с серьезными бытовыми трудностями. А именно с перебоями в подаче то отопления, то горячей воды. Жители восьмого дома на Комсомольском проспекте уже второй месяц не имеют возможности полноценно пользоваться горячей водой, потому что ее просто нет. Плановое отключение для проведения ремонтных работ перед новым отопительным сезоном было обозначено до 17 июня. Однако спустя месяц ситуация не изменилась и жители не имеют возможности не помыться в теплой ванне, не помыть посуду. В этом доме я живу восьмой год. И мне кажется, только один или два раза нам вовремя дали горячую воду. У нас эта проблема стоит каждый год. Причем зимой, года два назад, у нас даже зимой не было отопления, недели две. Мы жили по обратке. Мы спали под двумя одеялами, ходили в зимней одежде. В этом году мы начали бить тревогу уже примерно с 17 июля, когда должна была быть к нам вернуться вода. Отключили ее третьего. Вот до сих пор ее нет. Мы беспокоимся за отопительный сезон. Возмущение по поводу водоснабжения и отопления в этом многоквартирном доме высказывают все жители без исключения. Некоторые просто физически не могут греть воду в кастрюлях, поэтому волнения здесь начинаются уже в августе. В предвкушении сложной холодной зимы. У нас уже как порядки вещей. Если отключают отопление, отключают горячую воду, значит это надолго. У нас было и по два месяца в прошлом году, и раньше тоже проблем перебои. Только включат. Я кастрюлю даже не убираю с плиты, потому что я знаю, что через некоторое время могут опять отключить горячую воду. Мы тут старые люди, много у нас. Вот я как могу тазики таскать, эти кастрюльки с водой горячей. Уже не первый год жильцы борются с проблемой, обращаясь во все возможные инстанции. Но почему-то не получают требуемых ответных действий. Последней попыткой для граждан стало коллективное обращение жильцов в областные органы власти. Я покажу только последние документы, куда мы обращались в этом году. В Народный фронт написали. Теперь мне написали в администрацию. И, соответственно, во все другие инстанции. Управляющая компания, генерация, заводская администрация и управление госжилинспекцией. После выяснения всех подробностей стало ясно, что главная беда жителей этого мангосторонального дома в том, что подключение к отоплению и водоснабжению находится на противоположной стороне улицы. И, возможно, как раз там, во всех смыслах этого слова, зарыты причины их проблемы. Однако мнения по этому вопросу расходятся. Своё мнение о ситуации обозначил депутат Тверской городской думы Юрий Ануфриев, который, в отличие от многих других, оперативно отреагировал на просьбу жителей о помощи. И приехал, чтобы вместе со съёмочной группой разобраться в проблеме восьмого дома, который, кстати говоря, находится на его избирательном округе. Мы видим, что дом уже, к сожалению, не новый и сети изношены. Буквально недавно было совещание Координационного совета при администрации города, где была доведена цифра изношенности сетей до 82%. И рычагов воздействия прямых на Тверскую генерацию у нас, к сожалению, нет. В данном случае управляющая компания к этому инциденту не имеет воздействия. Со своей стороны, как депутата, мы, конечно же, неоднократно обращались. Ещё раз будем обращаться, чтобы нас услышали. Вчера мне поступил звонок, жители оказались довольно терпеливыми. Я сразу сделал звонок в Тверскую генерацию и сообщил, что если есть такая возможность у них, то просил их по возможности подключить горячую воду. Действительно, после десятикратных обращений от жителей депутатов Тверской городской думы и предупреждения о том, что случай многоквартирного дома на Комсомольском проспекте получил огласку в СМИ, Тверская генерация буквально на медне подключила горячую воду в доме. За полчаса до приезда съёмочной группы к пятиэтажке подоспела бригада, и вода наконец пошла. Безусловно, жители рады, но, как говорится, не раз обжёгшись на молоке, они теперь дуют на воду. Жильцы опасаются, что через несколько дней горячая вода вновь пропадёт. Но мы продолжаем держать руку на пульсе и следить за ситуацией восьмого дома. Надеюсь, что скоро она изменится к лучшему. Вы нас поймите, мы не хотим лишнего, мы хотим нормально жить.